как вы думаете за рулем какого автомобиля мы сейчас находимся судя по большой панорамной действительно панорамной крыши а это всего лишь новое поколение автомобиля hyundai santa fe почему всего лишь потому что рассказ нас наш будет лежать именно в этой плоскости что мы обнаружили первую очередь сев автомобиль обнаружили что сидение второго ряда пространство на втором ряду позволяет разместиться как бы вам сказать но более чем в льготно вот я отодвинул сиденья и двоим люди людям посередине он будет самый обиженный да бы сама обиженный он будет сидеть на неудобном разделительном месте в спину которую будет операция подлокотник поднятый да но вы оцените пространство мы сейчас подогнали так переднее сиденье до упора мы сдвинули вперед еще и в таком в люксовой манере спинку сиденья тоже вот дополнительно убрали в самое крайнее положение ну вот и получили практически лимузин и получили практически лимузин потому что мне трудно вообще достать а вот расстояние между моими коленками и спинка сиденья сейчас ну без малого полметра это хендай санта фе двигателем 2 и 4 то есть скажи я вот здесь могу спокойно еще могу посадить ну да в этом каждый надеюсь потенциальный покупатель для себя это решит по-своему не ну вот видишь один из вариантов есть сразу видно что есть место в ате для двоих ну коли мы переключились у нашего собеседника ярлан как машина едет вообще в целом как можно охарактеризовать повадки езды на этом автомобиле по моему это самое главное для кроссовера такого семейного класса позиционировали людей сорока лет согласись что чудес мы однему не ждем ну да при двигателе 2 и 4 при в общем-то автомате который не является какой-то спортивной версией чего-то да и вообще спортивная версия в автомате вообще спортивный режим я считаю для такой машины это очень даже на хороший уровень это